Студенты Владивостокского IT-колледжа усердно готовятся к предстоящим стартам, но не наматывая круги по стадиону и не оттачивая коронные удары в ринге. В их арсенале только мышка, клавиатура, монитор и комп, ведь спорт не классический, а кибер. Эти атлеты выступают в одной из самых популярных сегодня дисциплин Дота 2. Это командная стратегия в жанре моба, которая по мнению многих гораздо сложнее привычных для всех шахмат. Как и в них поле всегда одно, а цель уничтожить постройки противника. Но фигур, то есть героев здесь не 16, а точнее 125. К тому же у каждого свои характеристики, навыки и так называемые игровые механики. От этого любой матч становится полностью непредсказуемым. Каждая игра, она выглядит совсем иначе. То есть это не однотипная какая-то игра, где все повторяется, есть множество разных героев и каждая игра, она уникальна по-своему. Ты всегда узнаешь что-то новое, сталкиваешься с разными ситуациями, ну и поэтому тебе интересно и ты продолжаешь это делать. Ну и правительство нынче обратило внимание на Доту. В 2016 году наша страна первая в мире признала компьютерный спорт официальным видом. У него появилась своя федерация, которая постепенно начала заниматься развитием компьютерных баталий в России. Со временем киберспорт начал выходить в массы, а говорить о нем стали все больше. Этому поспособствовали победы наших спортсменов на международных турнирах. В 2021 году российская команда Team Spirit стала победителем самых масштабных и значимых международных соревнований The International, а к тому же и обладателем более чем 30 миллионов долларов. Я не верю своим голосам, что сейчас происходит здесь, в Бухаресте, на софт-стадионе. Нет ли Агарса? Нет фактора, можно седьмой-своем. Спокойно. Раз, два, три. Еще несколько ударов. Не обращайте внимания. Коллабс. Последняя поездка на этом турнире. CQ оборвается! Team Spirit! Чемпион из The International 10! Понятия не имею. Я даже не знаю, что сказать сейчас. Просто без понятия. Подумаем об этом позже, но сейчас я даже не знаю, что сказать. Не знаю, что мы будем делать. Успех наши ребята повторили и в 2023 году, а уже в этом в Казани прошли игры будущего, которые посетил президент страны. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты. Родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры будущего – наш дар мировой спортивной семье. Казань стала столицей первых международных фиджитал-игр с 21 февраля по 3 марта. Спортсмены соревновались в 20 дисциплинах, совмещающих классический спорт и цифровой, в том числе и в доте. В ней победу одержала китайская команда Extreme Gaming и увезла домой 1 миллион долларов. После таких побед все больше мальчишек и девчонок по всей стране хотят приобщиться к киберспорту. В 2020 году президент поддержал идею о киберспортивных соревнованиях среди школьников. И уже сейчас во Владивостоке более 80 среднеобразовательных учебных заведений принимают участие в городском турнире. Мы организуем сейчас большую школьную битву, кибербитву между всеми школами города Владивостока. Это первый такой турнир в этом году и вообще во Владивостоке он первый. Посмотрим, как он пройдет. Дальше мы хотим распространить историю на Приморский край. Главная особенность и уникальность киберспорта – доступность и многогранность. Компьютерные баталии – это не только дота, но и другие дисциплины. Начиная от виртуальных танков, заканчивая командными шутерами и карточными играми. И совсем скоро из спорта будущего он может стать спортом настоящего. Из стороны обывателя это что-то непонятное может быть. Но на самом деле, как минимум за то, что это что-то серьезное, на мой взгляд, говорит то, что в 2016 году все-таки компьютерный спорт признали спортом в России. Появилась федерация, появились люди, которые это все поддерживают. В целом, то есть это все развивает как в зависимости от дисциплины, либо реакцию, либо тактическую какую-то составляющую. И в целом, на мой взгляд, довольно полезно, плюс молодежи – это интересно. По киберспортивным дисциплинам, так же, как и по классическим, ежегодно проводятся чемпионаты Кубок России. В них принимает участие и сборная Приморья. Пока о достижениях говорить рано, ведь у нас в регионе все только развивается. А для поднятия уровня игроков в крае регулярно проводятся турниры среди студентов и молодых атлетов, как регионального, так и окружного уровня. Субтитры создавал DimaTorzok